всем привет друзья и это видео будет по поводу нового режима который вышел сейчас на песочнице по типу королевской битвы все мы знаем что это сейчас довольно таки популярная тема есть и фортинайт есть player on battlegrounds и вот разработчики вг решили сделать что тестовое попробовать в этом направлении тоже двигаться ну честно вам сказать я ну как звучало это все как я себе это представлял это одно в результате получилось что но совсем другое в игре то есть вот мои ожидания не совпали с тем что я в этой игре увидел в первую очередь естественно давайте наверно поговорим сначала о том что как и сделано вот и самая основная проблема с которой я столкнулся это конечно то как она работает работает отвратительно логучая страшно и вот в момент записи у меня просто взрывался пукан потому что для начала при записи у меня завис у бс и потом у меня вообще вырубила ssd hard и мне пришлось его переподключать то есть я не знаю что эта игра делает с компьютером и может быть это ну я не знаю может быть у меня и или у многих это происходит но факт остается фактом в общем такая вот проблема и в самой игре очень много проблем в плане того как она работает я молчу там про свой пинк основная проблема что опять же вот снайперском режиме не работает не всегда вылетает из снайперского режима прицел во вторых пушка не ведет себя как-то адекватно довольно таки часто ее бросает в разные стороны все это логучие на страшно нестабильная но и в общем то вот весь негатив мы именно с этим связан то есть ну что в принципе нужно для того чтобы получать удовольствие от игры в первую очередь естественно чтобы это все было стабильно и было на каком-то уровне здесь же ну постоянно я сталкивался с какими-то проблемами в частности именно вот с тем что происходили постоянные рассинхроны то есть я стреляю отображается это намного позже другие проблемы опять же с тем же стволом и так далее ну теперь давайте о том вообще как реализован этот режим и что нам от него ждать и ждать ли вообще от него что-то хорошее ну в первую очередь самое главное как бы и так понимаем это и разработчики это написали на сайте что естественно мы типа должны быть очень терпеливы так как разработка только началась этого режима и он сейчас находится в сэндбоксе то есть версии песочницы и естественно поэтому как бы все эти проблемы мы сейчас с вами и видим и переживаем их вот в этом режиме это как бы понятно и естественно теперь давайте поговорим на тему того что конкретно там реализовано и что вообще в этой фишке есть значит первую очередь мы имеем четыре танка которые имеют какую-то дефолктивную комплектацию то есть абсолютно ничего нет я так понимаю экипаж 50 процентный ну естественно не модулей не перков у этого экипажа нет и у танка модулей нет вот то есть находясь в начале боя вы первую очередь должны скорее всего найти или какой-то другой танк или же модифицировать улучшать вот этот вот танк ну естественно так как мы начинаем танках восьмого уровня то я не вижу смысла и девятого по моему девятого уровня 54 обл да это на девятого уровня танки ну вот то есть я особого смысла не вижу и там есть три вида дымов значит зеленые дымы это дымы и на которых мы можем туда подъехать и забрать там подъезжает там начинается отсчет и в общем-то меняете танк на какой-либо другой который не вы нашли можно найти на 430 е 50 тесту лт 13 105 в з и еще по моему какой-то так ну я вот с чем сталкивался вот то и говорю есть еще два других вида дымов один это серый в серых дымах как правило там перки и модули различные а в красных дымах вы можете получить такие различные фишки типа аптечки ремкомплект и так далее в общем в этом плане все как бы норм и в принципе в самом начале боя основная задача это естественно бегом бежать и искать что-то как-то прокачать свой танк найти танк и так далее так как в игру заходит вместе с вами еще 39 таких же балбесов то естественно делать это надо довольно таки быстро потому что если подъехал кто-то уже на точку где есть дым и забрал танк там уже этого танка не будет то есть соответственно кто первый тот и в дамках говорится и естественно есть еще один момент это в общем то то же самое как есть и в battlegrounds player на он это сброс самолета коробок коробки выпадают со многими разными всякими фишками которые в общем то тоже полезны и намного более полезны часто бывают чем то что вы можете найти в других дымах потому что там восстановление хп на сто процентов и так далее то есть но вещи которые найти сложно при убийстве противника мы также вы забираете его патроны и восстанавливается немножко ваше хп ну то есть тоже получается есть какой-то в этом плюс но с другой стороны получается что если вы сталкиваетесь в самом начале боя с каким-то противником то есть соответственно вы размениваетесь на хп и пока вы с ним воюете вокруг вас люди там лутаются и в общем не очень хорошая идея в самом начале завязываться с кем-то в бой вот конкретно в моем бою который вы видите на видео получилось так что я столкнулся со шкодой и она мне повредила быка я после этого в общем-то не смог найти ремкомплект и вот так вот и катался еще один момент который мне бросился в глаза и мне кажется что это какой-то глюк ему ли может быть баг фишка заключается в том что ну конкретно в этом бою я откатал много боев но вот не обращал внимание а в этом бою обратил внимание что сброс ящиков постоянно происходил в одну и ту же самую точку то есть ну там с разлетом может быть 10-15 метров и какой-то хитрый парень просто там поселился не спокойно себе там жил то есть он крутился и ждал пока вот упадет очередной ящик туда приезжал кто-то новый он его убивал и подбирал этот ящик то есть мне кажется что это в корне неправильно да то есть надо сделать так чтобы ящики падали рандомно по всей карте и тогда вы естественно это будет более логично мне это показалось весьма странным еще один момент это опять же допустим в пубге мы все знаем кто играет да в принципе я думаю многие в курсе есть круг да этот круг сужается со временем и естественно тех кто остается за кругом они постепенно умирают здесь реализовано примерно то же самое здесь значит есть и квадраты каждое какое-то время я точно не знаю происходит исчезновение этих квадратов каждый раз за итерацию исчезает 5 квадратов и на карте вы видите же те квадраты которые исчезнут они отображаются желтым цветом то есть соответственно пока они желтые то там находиться можно как только они перестают быть желтыми то соответственно оттуда надо уносить ноги в целом я не знаю у меня остались больше негативные какие-то впечатления от данного режима чем позитивные может быть из-за того что ну вот именно лагала так сильно может быть из-за того что я в принципе не знаю не почувствовал какого-то удовольствия от геймплея в целом вот все этой идеи получится ли у разработчиков сделать ее лучше эту идею и реализовать ее так чтобы в нее можно было играть я не знаю мне кажется все это зависит от многого и в первую очередь конечно же от того чего они хотят сделать и собственно их него не желание мне есть некоторая информация о том что говорят я не уверен что разработчики те которые пилили данный режим они делали это свободное от работы время и соответственно может быть из-за этого получилось тяп-ляп так или иначе ну есть то что есть и пока что вот сейчас этот режим он в песочнице и насколько я понимаю это первый тест который ближайшее время должен завершиться и они всю эту историю закроют на какое-то время то есть режим закроется и они будут его дорабатывать то есть они сейчас в принципе хотят понять есть ли смысл работать дальше над этим режимом мне кажется что стоит попробовать но честно говоря на данном этапе я не сильно в восторге от того что было реализовано и как это было реализовано но я единственное что могу сделать это пожелать удачи разработчикам добраться в общем-то до такого какого-то состояния когда эта игра когда этот режим будет интересен и в остальном как бы больше не чего добавить то что я хотел рассказать про данный режим подписывайтесь на канал ставьте лайк кому понравилось с вами был гагер до новых встреч пока пока